что такое время каждого свой ответ на этот вопрос для кого-то время это эфемерное понятие для кого-то это песок утекающий сквозь пальцы а что такое песок для кого-то это всего лишь диоксид кремния для кого-то приятные ассоциации с теплыми летними деньками а что такое летние деньки для кого-то это период выработка витамина d а для кого-то это время перевести дух от тяжелой работы а что такое тяжелая работа для кого-то это времяпрепровождения с 9 до 6 а для кого-то это волк в лес не убежит а что такое в лес не убежит для кого-то это зайчик которого не отпускает мама А для кого-то это зэк, который находится в ссылке. А что такое ссылка? Это что-то, что в описании и переходит на канал GG Poker, где все последние гайды по игре в покер и вообще просто класс. YouTube канал GG Poker по ссылке в описании. ДЗК — это игра, в которой один из участников закатывает любую фразу-ответ, а остальные игроки должны рассмешить его фразой-вопросом. Если участник засмеялся, загадывает следующий. А уже идет съемка? А, то есть это будет все уже? Да, это все будет. Это что-то вырежется. Тогда я включаюсь. Да, включайся, Гарик. Ребят, мы должны пояснить для тех, кто будет смотреть и думать, кто сегодня у нас в гостях. Потому что это ноунеймы. Кто не знает вообще, кто не знает. По хлопоти в зале, кто вообще смотрит телевизор и за Шорина живет. Очень сложная дилемма. Хлопать, не хлопать, я делаю, я не понимаю, что-то я хотел. Немножко агрессивно, согласен, немножко переборщил с агрессией. И химик реально, да, я действительно за Шорина живу, занимаюсь херней. Ну все, все знают, получается, не надо ничего объяснять. А что тут объяснять? Человек у Дудя был, человек у Урган-то работает. Дудя, Дудь, это же ваш земляк. Так это правда. А, ты у Дудя был. Это все, это на 40 минут сейчас, Серег. А разве Дудь земляк наш? Да. Дудь. Дудь. Это ваша фамилия. Не надо, не присваивай, наша, наша фамилия. Мы, мы, мы чужого не забираем. Если бы он был Дудько, не, не, так он Дудько. А, это вообще экстренные новости, вообще инсайды, Дудь на самом деле в паспорте Дудько. Еба, серьезно? Нет. Я так верю. Короче, для тех, кто смотрит нас впервые, Валик расскажет, что происходит. Про ДЗК расскажи. Правила игры. Правила игры. Посмотрите предыдущий выпуск, все так же. Заеб... Ребята, мы играем в ДЗК, это очень веселая компанийская игра. Задача одного из участников будет придумать любой ответ. Задача остальных будет своими вопросами рассмешить этого человека. И у кого это удастся, о боже, будет загадывать следующий. Ты понял? Да, я понял. Я все понял. Мне нравится этот парень. Чуваки, как вам в Украине? Нам очень нравится. Еще бы вы, блядь, сказали что-то по-другому. А ты, а ты должен все отвечать, а я в конце говорит, присоединяюсь к вышесказанному. У нас такая пара. Ну, мне нравится. Мне очень нравится. Я второй раз. Все вообще дышит свободой, я так скажу. Ходишь сразу вот так вот, думаешь, блин, как бы сейчас вот сказать что-нибудь про власть, хотелось бы или что-нибудь еще. Да, мы вчера еще выступали, смешно, что мы приехали, считайте, из страны, где нельзя шутить. Какой? Откуда? Ну, если чисто технически, мы из Турции прилетели. Чисто по аэропортам Стамбул, бля, вот. Да, из страны Лимонии мы приехали. И, значит, мы выступаем и во время одного из комиков, который на разогреве, просто салют идет. Я думаю, нихуя вы рады своим комикам, что просто выступает тип на сцене и салют идет. Представляете, на фестивале вот этом южный берег Киева. Бля, сегодня в выпуске не удастся сюрприз. Убирайте. Паша, передайте не включать салют. А на вас ничего не взрывалось? Нет, ничего, слава богу. На нас пуканы взрывались. Ой, какой заголовок в животике. У русских комиков взорвались пуканы. Пуканы, саламья, бля. Что вы успели увидеть в Украине? То, что запомнилось. Ну, очень сильно пограничники запомнились. Это просто потрясающе. Работа пограничников просто потрясающая. Хочу отметить, все очень высококлассно сделано. Я прям вижу, как этот же кусок он показывает в следующий раз на границе. Они такие, а покажи что-нибудь из своих выступлений. Он сейчас, ну, давайте вот это вот. Ну, вы на джипе, окей. А я вижу, что у него уже концерты на весну расписаны. И он такой сразу, на всякий случай. Там тайм-код прям, да. Прикол, что если ты не выступаешь, у вас здесь для вновь привыкших людей с другой стороны надо сидеть на карантине. И вот для этого у вас придумали приложение, называется «В дома». Я не знаю, или прям «В дома» как-то, ну, так называется. «В дома», «В дома». Все правильно. И у этого приложения на App Store полторы звезды. Такого нету даже у самой худшей игры в мире. Вот этой вот, где шарики, лопать, которые забаговывают. Это офигенная игра, ты что, дурак? Ну, ты приезжаешь, смотри, ты приезжаешь из Турции. Да. И тебе приложение говорит, посиди дома 14 дней. Сколько ты поставишь этому? Сколько ты ему поставишь? А вам не надо сидеть на карантине, если вы возвращаетесь? Мы привитые, братан. А если не привитые? Угадай, какой вакцины. А Украина меньше всего по процентам вакцинировалась. Ой-ой-ой. Не говори глупость. Давай, смотри, смотри, очень простой срез. Поднимите руку, кто вакцинировался. Добрый вечер. Добрый вечер. А так, давайте так, пиздунцы в зале поднимите. У нас в Украине 40 миллионов официально двумя вакцинировались только 5 миллионов. У нас, понял, 10% вакцинировано, но огромных таких дискуссий. Так вы же вакцинировались, вы же этих, Пфайзером, да, вакцинировались? Вот этим за мной. Вот этим. А как достать? Мы же с собой. Оно не по-нашему звучит. Сделайте. То ли дело, то ли дело, ну… Спутник В, да? Вот. Нет. А спутник — это вообще… Космос. Это вообще… А вы знаете, что скоро выходит спутник Лайт? Спутник Лайт? Это в дороге. Нет, Лайт. А, Лайт. Они обещают, что можно будет вакцинироваться просто брызгав в рот вот так. Как духи. Святой водой. Да, ты духи так делаешь? А все его не так надо. Как духи, блядь. Сразу понятен социальный уровень Коли. Как духи. Ну их, наверное, же в рот пшикают. У меня же, ну… Ну что бы когда-то с девчонкой целоваться… Мужики, ну при гостях позорите, ёб вашу мать. Я там вроде… Какой же ты тупой. С айфоном… Блин, наверное, все такие украинцы, как он. Я теперь понял. Вот эту фразу, Гарик, мы и вырежем. А я абсолютно отрицаю все, что сказал. Не, он сказал, типа, теперь обо мне так подумают. И я сыграл утрированного чувака. Я же знаю, что ты… Гарик все сыграл. Это все было… Ты понимаешь, что невозможно доказать? Это все было в Симпсон. О, ты хочешь сказать, что… То есть твою фразу можно вырвать из контекста? Нет, такого не бывает. Нет, мы с нее начнем. Я вам больше скажу… Мы просто отрежем все, что говорили, и начнем. А, так ты тупой. И все украинцы. С этой фразой начнет все… И знаете, что будет, если у нас вырвать фразу из контекста? Вот у нас. Что-что? Нихуя, вообще. Просто насрать. А у нас… Покажи уровень дозволенности. А у нас одна шестая часть суши странно занимает, окей. Давай, один-один. Что еще скажешь? Скажи, что… Вот уровень. Обозначь уровень вседозволенности, Коль. Так… Я про Армению, кстати. Да-да, я что же там про Армению? Это ж ты понял? Один ролл. Одна шестая часть суши. Давай про квартал. Про квартал, что сказать. Скажи что-то плохое про квартал. Делают их право. Получается в ДЗК? ДЗК? ДЗК говорят науками? Подожди, а какие места понравились? А мне понравилось очень много чего. Мне понравились вот разные площади и здания. И еще обратил внимание на красивые улицы и магазины. Я уже вижу, как мой сын такое пишет. Сочинение, как я… Нет, это Никита Литвинков, который… Там вкусный чай, он так потоляет жажду, я чувствую себя человеком. Я Никита Литвинков. Мне очень нравится, что у вас очень много протестантских церквей. Крестьянских. Чего, блядь? Протестантских церквей. Серьезно, да? Да, очень много баптистских церквей. Я вообще не в курсе. Мне очень нравится, что у вас рис крутой. Кто знал о том, что у нас много протестантских церквей? А что такое протестантская церковь? Баптисты, харизматы. Это когда тебе не иконы, не молиться, а рок-н-ролльщик и Иисус? Ну, вообще-то так и есть. Да? А, точно, церковь Возрождения. Он про них, что ли? Ну, почему? Нет, нет, нет. Их много разных. Их много разных. Тебе это откуда знать? Ты тоже, блин, украинец. Бля, как они откуда-нибудь в России знают, что тут чуть-чуть подержится? Он беглец. Серега, мы договаривались без конфликтов уже, блядь, сколько? Десять минут, сорок конфликтов. А ты вот это не говори, что тебе понравилось. Ротик, хох несу. Ты что, ничего не понравилось? И мнение свое, блядь, положи на полочку, блядь. А ну давай рассказывай, что тебе понравилось. А что тебе понравилось? Мне? Да. Да много чего нравится. Ну что тебе понравилось? Язык очень нравится, украинский. Ты ел язык украинский? Русский захватчик, да? Ты проброс так. Вы что творите? Я не русский. Я армянин, блядь. Какой я русский? Ооо, когда надо, ты армянин, да? Вот так вот получается. А когда НАТО, я русский. Ну это в золотой фонд, забирай, дарю тебе. Да, блядь, у меня там такой фонд заполнен пиздец, блядь, без ваших. Сейчас посмотрим. А вы посрались за кулисы? Не, мы решили новый конфликт. А это специально, это маркетинговый ход, понимаешь? Маркетинг, ну, блядь. Ну, нужна струна натянутая в шоу. Натянутая. Нормально? Да, я думаю нормально. Блядь, мы начнем играть там. Сейчас, пока вы вот обсуждали, вот крупный парень меня лохом назвал. Натянул струну. Натянул так. Шо палишь, петушанский. Такое шоу, да? Ну, давайте. Ну, не так я думал струну натягивать. Я думал, будут какие-то конфликты с аргументацией. Ще не вмерла Украина. Ооо, спасибо. А че ей вмарать, блядь? Хорошо. А как приводится эта фраза? Еще не умерла в Украине. Еще не умерла? Это в какой фразе? Это изверки сердечки. Это первая строчка гимна. Это классика. Это лобода. Подожди, откуда это? Это первая строчка гимна. А ты знаешь, что сердечки — это лобода. Первая строчка гимна «Еще не умерла Украина». Еще не умерла. А у них кого-нибудь… Там не так. Извини. Там «щеневмерлы» Украины и слава и воля. Если мы гуляем так… Эх! Эдлип, эдлип отверг сердечки на гимне. Если мы гуляем так… Первая строчка гимна. Льются песни. «щеневмерлы» там множественно начались. Ещё не умерли Украины, слава и воля. Я на сердючку не могу. Свобода, воля это свобода происходит. Не умрили в Украине, слава и воля. А, всё. Господи, я вообще сердючку имел в виду. Я вообще сейчас в шоке, что это опять пришло. Мне правда интересно, я бы хотел узнать побольше разных вещей. Я наоборот пытаюсь отвести тему, сердючку вспоминаю. И вы такие, да, это первая строчка гимна. Подождите, а вы что, хотите делать вид, что мы не будем обсуждать ла шатунбай? Кому что послышалось, давайте разберёмся. Скобеева в студию. Нет, а у всех вещи чистые, потому что тут стирка Малахова началась, блядь. Подождите, мы не пройдёмся по актуальным событиям? Давай, давай обсудим все вещи, которые вас задевают. Ты хотел узнавать больше, смотри, это герб Украины, вот это типа буква В, это О, это Л, это я. Воля. И ещё, Мавил Воля. Валик, не прячь герб, не прячь герб, он же у тебя на заставке, смотри. А ещё это ястреб, который стремился вниз за своей добычей, видишь, мне очень понравилось, мне очень нравится. А мы намонтируем, да? А вот это я уже вижу, как Соловьёв сидит такой, вот мразь. Сергей. А зачем нам такой Сергей Ромов? А кто это, да, а кто это, подскажитесь, как его зовут этого урода ёбаного? А что это вроде шуток? Сергей Ромов. Говорит, что ты герб чужой? Так, ребят, ну, у нас будет в итоге выпуск на 7 минут, пообщались заебись, знаете. Слям ДЗК будет минут 7. Смотрите, по традиции нас загадывают гости. Ага. Гости, типа, я двойной гость в этой стране, типа, я и в своей, блядь, я и в России гость нахуй, и Серёга у меня каждый день гость у нас. Так потому что надо ехать домой. Как там в той песне пелось? Родина моя, Армения? Как же некомфортно. Так, что я должен сделать? Любую фразу загадай, где-то горы, горы, а за ними-ними, Армения твоя. Загадай, но не говори. Ага. Всё, можно начнём. И теперь мы задаём тебе любой вопрос. Ну и что ты себе надумал, дружок? Коля, ты что, ебанутый? Я такая фраза, клянусь. Да, да, вот-вот. Я тогда не участвую. Йо-йо-йо, здоровый лбаёб. Коля, ты что, ебанутый? А я должен повторять всегда? Да, да. Гарик, завтра во Львов едем. Коля, ты что, ебанутый? Нормально. О, это нарезочка пошла. А можно я заменю ебанутый, потому что мне мат не нравится? Да, давай. На другой матч? Своеобразный. Коля, ты что, крэйзи? Давай так будет. О, спасибо. Ой, а я в костюме жабы езжу на мотоцикле. Я фрок, да. Коля, ты что, крэйзи? Блин, сегодня вообще что-то как-то… ничего не хочется делать. Я сегодня весь день такой лэйзи. Коля, ты что, крэйзи? Гарик, ты такой молодежный. Коля, ты что, крэйзи? Папа, а можно я поуправляюсь страной с таким акцентом? Ну блин, ну просто хороший ответ. Поэтому… Коль, поэтому… Да, все… Не, ну если ты держишь… Божем еще… Не, не, круто, круто. Не, не, ты его заебал жестко. Да, ты разъебал. Я бы это не так назвал, но… Я готов, я готов. Серега, ты сейчас обоссыдся? Ну, вы мужики даете? Что-то я вообще… распущенный такой, со своими друзьями к тебе пришел. Ну, вы мужики даете, блин, дай ее на… Коль, а давай к нам накрывать с Лузаном. Ну, вы мужики даете, получается. Там сердечко с Кончитой вёрст дерется. Оооо, как плохо, что-то очень хорошо. Это очень хорошо. Ой, хорошо. Хорошо. Гарик, ты йогурт-чудо, блядь. Угу, я придумал. Сколько тебе роков? Вот. Знаешь, что ты немцович? Вот это класс. Можно, пожалуйста, вот эту вашу экскурсию по школе? Вот это класс. Спасибо. Я знаю одного художника очень крутого. Он на стенах рисует, его зовут покрас лампас. Вот это класс. Сука, блядь. Блядь, ну. Серёг, я обещаю, еще одна такая в рифму, ты знаешь, как брать меня. Сегодня хотел доехать, такси не смог вызвать, вызвал бас. Вот это класс. Я в поезде басал матрас. Вот это класс. Короче, пацаны, он же всегда, когда листает тендстул, он еще комментирует, когда лайк ставит. Вот это класс. Папуас. Приехали недавно с женой на отдых в Африку. Смотрю, там на дереве папуас. Все эти жопы. Я прям ждал, я думал, какое ты возьмешь слово для рифов. Африка и тут папуас нафиг. Нормально, Серёг. Все, придумал. Нормальные котлы у тебя, что аж там демоны жарятся, вижу. Да, это вкусно. Сука. Это что у вас, камера? Да, это вкусно. Серёга, скажи, какие звуки ты издаешь во время кунилингуса? Да, это вкусно. Ну там на площади эти, ребенка едят фашисты. Да, это вкусно. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Ну это чисто… Это просто типа… Просто фантазия, да. Ну как бывало из новостей. а чуть-то на тебе за футбол такая я думала сова девки выебли папа а я думала сова когда друзей за лучшую игру дали конфеты а я думала заводит по-французски как дела звучит иди нахуй а думал сова а зачем ты птицы голову на 360 повернул и она сдохла нахуй а я думал он сделал слышишь глухонемая ебется нет нормально сейчас в рамках игры был или ты реально я не понял да там есть проблемки за никакой морали здесь вообще нет отличное шоу я загадал а это что сквирт все непременно приходите извините хотел бы записаться в школу ебаных зубных фраз можно все непременно приходить о здорово зайду к вам магазин следующий раз когда вы закажете попытки плядь это даже не в рифку все непременно приходите в рифму ты еще так сказал такой о я что-то гениальное придумал о ну готовьтесь три два один попытки а мы соседи снизу всегда хотели с моей женой поебаться с вами семьей семьей вашей очень нравится ему вы поете так через стенку классно это прям в стиле оптимус гэнг сейчас было вот это мы бы не примерно приходите меня есть дочка ее зовут премена нам приходить всем все должны прийти или она только да что вы ну все непременно приходите все не примерно а чего сразу хуйня все непременно приходите до тити серьезнее придумал вот эту долгую схему мне нравится в шок уточнил этот еще ответ птицы все непременно приходите разъеб блять не зря вот у тебя был смешно же этот выпуск потапа разъебет с этими рифмами просто а потап это он любит рифмы да нет кент наш пацан у него не он ссори с рифмами наоборот он с рифмами так сказать не пара вот это крутил рубишь фишку как говорится это я знаю все давай а что было потом а потом я вышел из автобуса а вот вы зашли а вот здрасте это региональная газета вот вы зашли в автобус а потом а потом я вышел из автобуса пидор и передайте за проезд а потом я вышел из автобуса потому что я пидор да бляд ты заебал начало истории не рассказывать а потом я вышел из автобуса секс подходил уже практически к завершению а потом я вышел из автобуса я же говорю это вообще по моему стюарт ли даже как-то разрабатывал эту схему я вот тут вам накид я вам дал чтобы вы прям давайте у меня так много глобусов не хватает одного глобуса а потом я вышел из автобуса раунд ладно еще раз попробую тити не ну это уже не рифмой вчерашний день а потом я вышел из автобуса эдит азар когда перешел в челси как он в реал как он это описывал а потом я вышел из автобуса ну 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 степан ну 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 получается ты сделал рейс весь проехал ну ну еще дальше было не томи а потом я вышел из автобуса ахуена степан сука ты истории рассказываешь конечно лучше всех да очень заинтересован твоей историей пацаны я готов я готов давай давай ой 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 прическа на миллион дерубив тихо 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 это она ого вот эта схема прям показывать будешь еще прям реально влюбился в это тихо 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 это она как бы доктор тяжело да не могли бы вы определить пол пациента двойной каламбур респект это бля делаю не красиво 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 ей загадал тамара тамара почему ты меня бросаешь пацаны да вы чё прикалываетесь а шо это ты при этих гостях вместо шо чё говоришь нахуй пацаны да вы чё прикалываетесь я просто по сути импат это можно засчитать да это смех это сто процентов давай колян давай колян блин давайте да тамара рожает она привезли в ближайшую больницу плохо ей плохо их слышать критически сохранять невозможно вы начались преждевременно сохранить невозможно плохо ей везем лукой рожает она слушайте это похвально блин ну все как вам наша похвала не это город был готов это похвально это бот мы посадили навального этапа ну как сказать ну не ну скажи как ты же как есть частично это похвально в игре конкретно ну ты не так без частично иван в игре конкретно похвально ты чё ты чё несешь ты чё дурак ты вообще видел как человек мучил мучить все придумал лапуль на пульс не мой лифчик да мы же армяне тут тут просто с дочкой никак не справляюсь думаю с женой нанять няню да мы же армяне а это правда что вы если девчонка нравится можете украсть в лаваш завернуть да мы же армяне а это правда что вы когда девчонка нравится можете ее в лаваш завернуть и у парня вы всегда толпой ходите да мы же армяне а чё это все катаются вы не катайтесь на банане и рифма хорошая рифма все по канонам сервера и банан оскорбления российской еще одну потрясающе концу но нет не к концу мы закончим когда в твоем вопросе будет рифма логика каламбур никогда не закончилась у логика загадал ты загадал дверь закрой папа ты чё дрочишь дверь закрой сына я уже я уже помидорчики на зиму закрыла огурчики закрыла перчик болгарский уже закрыла томатную пасту закрыла отвлекись от компа на секунду я закрыла патиссон и закрыла навального дверь закрой а шо это у нас тут в купе такое очко молодой лежит молодой дверь закрой он такой энергетичный такой энергетичный любой момент дверь закрой спасибо а я подумал что он вот так сделал типа когда типа подожди не говори сейчас будет это было панта мимо папа нет фу ты слушаешь джарахова дверь закрой бля у человека на кепке написано сзади я в момент да 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 извинить не звонить не пишет close the door въезд с другой въезд с другой стороны можно сказать стороны дверь закрой я уже не знаю лёш я уже не знаю я уже что мы только не делали эти все блять преступники бегут и бегут дверь закрой давайте засчитаем но было да спасибо давайте давайте ваша а аплодисменты утешительные спасибо 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 а у меня вопрос как вы относитесь к интеграциям так как качественно продуманным до неожиданно от получилось очень хорошо коль очень хорошо это что такое это раз уж ты спросила серёж это икра украинской компании вере давайте попробуем попробуй скажи только честно она я тоже попробую серёж как на духу какой невероятный утонченный вкус а самое главное а это еще а самое главное я сто процентов почувствовал что в составе 75 процентов кабачков томатной пасты всего восемь процентов серёж чуть не опоздал можно мне попробовать фух фух да и как хорошо умерла за хочешь попробовать да фух на вкус как авиасейлс сразу ощущается что икра здесь сделано с душой душой очень да очень вот три кабачки в кабачки азы я просто думал но они же бывают черные зеленые белые я думал но все три собрали скажи поляныться 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 получит поляныться 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 полениться пола нится пола ниться я понял еще раз Па-ля-ны-ны-тя. Поляныца. Всё, всё, Серёга, я понял. Что блин? Давай. А что ты переводишь? Поляница. Поляница! Поляница! Поляныца! 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 Ребята, что такое поляныца, чтоб точно сказать. Поляныца. Это хлеба. Т próxima? Хлеба? Булочка такая, хлеба. Пааля Ницца. О, за ебись, была Ницца. Это полуныца, это клубника, братан. Это клубника на нашем, да? Как клубника будет? Полуницца. Полуницца. А скажи поляныца с полуницей об. Я придумал новое шо. Просто берем русских, заставляем их говорить на украинском и ржем! А я при чем, бл**? А я другое слово могу сказать, которое сегодня прочитал. посильки посылки это сейчас смотрится как в америка скажи сьюка блять хорошо тест номер два переведите с украинского на русский пидрохуй парикмахерская перукарня да правильно пидрохуй пидрохуй подстрахуй посчитай я хлопаю тому что коля реально знает молодец пидрохуй пидрохуй это посчитай сколько да сколько хлопцы давайте продолжим играть у дзк о поехали ну чё ж раунд украинского раунд державною могою поехали 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 с кабачки я поехали три кабачки пойдем возьму посильки там у меня да ты не серёга ты суржик ходячий блин курганный агрегат респект да да а что это вы так странно говорите очень изысканно а я думал на украинском будет час пошел нахуй дужи вытончено о раунд украинского дужи вытончено дужи вытончено дужи вытончено дужи вышуканно дужи а вы не знаете сами дужи вышуканно я вообще вывалился дужи вышуканно да только не палитесь что вы из львова дужи вышуканно а я вам в ладонь пернул не спрашиваю как я это сделал три кабачки а по-украински не пирну 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 круто пирну пирну да немножко итальянского перно перно нуар пиногриджо это украинский пиногриджо да фазэнда дэля мама да есть есть ты чё это чё гонишь блять чё сижу андрюх ты олег андрей кто ты а вот такой я взять и куда ты такой собрался а вот такой я жяться ни дать не взять а вот такой я снять иногда вот такое это ты заказаловка а вот такой я взять от будут такой 10 вот так А зачем ты выебал? Ещё и мою мать. Ой, бля, как плохо. А вот такой я зять. Кто такой зять? Зять — это, получается, жены мужа. Муж жены? Это, блядь, муж. Это, условно, моей дочери муж. Андрюх, Андрюх, а это ты, получается, ази... Нет. А ты так и будешь здесь вонять? А вот такой я зять. Сижу, пережу. А вот такой я зять. Чё, и ты с Лободой переспал? А вот такой я зять. О, не знаю, мне кажется, лучше Андрея для этого шоу человека не нанять. Опять ведёшь под рифму. А вот такой я зять. Под рифму. Ты, блядь, ну, ебану-то с DVDRV удалять всё, блядь. А вот такой я зять. Сватов удалил, да, всех? Что, прям портрет тёщи на спину себе хуйнул? А вот такой я зять. Пизди-пизди, блядь, что ты фанат Дроботенко. Последнего монолога, как назывался? А вот такой я зять, блядь. Охуенно. Респект. Монолог Дроботенко, а вот такой я зять. А вот такой я зять. Да. Ну и шо ты сидишь? Для меня это не деньги. 100 рублей. Для меня это не деньги. Двоя прозвучит. Как ты относишься, ну вот, после 25 лет к кленовым листочкам? Восхищение. Для меня это не деньги. А что такое хинкали? Для меня это не деньги. Нахуй ты купил футболку с Гордоном за 700 гривен. Пакет, пакет его. Для меня это не деньги просто. Коля, вот это ты на лбу набил. Форекс это ММС за 500 бат. Для меня это не деньги. Коля, а шо это ты всем музыкантам уличным фишки покемон бросаешь? Для меня это не деньги просто, Андрей. Есть, есть. Ну и что это сам будем делать с тобой? Да в Турцию лечу на отдых. Люблю море и пожары. Да в Турцию лечу на отдых. Уштыр яштын. Не логика. Ты просто говоришь, штыр яштын. Да я в Турцию лечу. Что за диалог? Что за диалог? Серег, первый стереотип пошел. На самом деле, кроме шуток, вот так и происходило здесь. Вот сейчас в моем похмельном мозге. Турцию лечу на отдых. На отдых. Я придумал. Почему объяснял? Расскажи ту историю, почему тебя в детстве прозвали дерьмовый Игорь? Сука, что? Потому что мы братские народы. А шо это вы и латыши, и ингуши пишете жиши через и? Потому что мы братские народы. Блин, слышал там, а шо мексиканку выебал? Потому что мы братские народы. Почему ты, почему ты, ну у тебя жена брата рожает, и ты пошел на роды с братом и женой? То есть мы на роды пришли. Потому что мы братские народы. Ну это трэш. Потому что мы братские народы. Блять, приди к жене брата народы. Братские народы. Держишь брата за руку жену. У вас все будет хорошо, я за вас не переживаю, давайте. Мы братские народы. Когда на твоих родах был твой дядя? Блин, я сейчас жду, что он опять отыгрыш какой-то загадает потрясающий. Валюш, не в обиду, но с анусом что-то делать надо. Тихо-тихо-тихо. Ты что-то поймал? Ты его так поймал? Я не видел ее. Ой, я Ньютон, дай бог упадет. Тихо-тихо-тихо. Блять. Это пацан придумал машину времени, отправился в прошлое и словил у Ньютона. Ньютон уж падал. Ты бля, ебать, ты не до конца это был уверен, да? Я чуть не сказал Менделеев. Да. Почему ты с ней? Она же, блин, она же реально, ну типа, что это такое? Ты вообще знаешь, кто я такой? Какой тупой диалог. Ты Коля Зырянов? Ты вообще знаешь, кто я такой? Нет, мужчина, мы не можем вам продать мальборо со вкусом айкоса червешневого. Ты вообще знаешь, кто я такой, блин? Я могу назвать слово целиком. Ты вообще знаешь, кто я такой? Что вы говорите? Ты вообще знаешь, кто я такой? Пап, зачем ты мне дал ружье и на вертолете начал катать? Ты вообще знаешь, кто я такой? Блин, я думал сотый вершин. Я хотел его услышать. Ну бля, они так плохо делают. Как я заебалась с твоей амнезией. Ты знаешь, кто я такой? Да. А это шо, это у вас ушная раковина засорилась? Молчи, я сама все сделаю. О, Лобода, привет. Ёп! Молчи, я сама все сделаю. Извините, извините, извините. А может тебе помочь выговорить букву перед буквой Щ? Я правильно делаю? Молчи, я сама все сделаю. Ангела, мы хотим ебануть по Северной Корее ядерное оружие. Можно мы и будем это делать? Молчи, я сама все сделаю. Вот бы в Блаблакаре сейчас кто-то подрочил мне. Сука, я представляю, этот Ланос сзади три человека. Молчи, я сама все сделаю. А вы точно самостоятельная шептунка? Молчи, я сама все сделаю. Блин, я хочу говорить и что-то делать. Молчи, и я сама все сделаю. Такая противная, которая все назло. Все, я придумал. Ты что, блядь, совсем охуел? Да так нельзя, это чертов кринж. Гарик, тебе нужно приехать в Украину выступить на фестивале. Да так нельзя, это чертов крымж. Крынж наш. Мама, можно я буду говорить испанский стыд? Да так нельзя, это чертов кринж. Ну что, пойдем сено кусить? Там с тобой мы. Да так нельзя, это чертов кринж. Ой, а можем взять вот этот вот божий кринж? Да так нельзя, это чертов кринж. Блядь, там что-то капает? Да так нельзя, это чертов кринж. Мы как будто совратились, так нельзя. Так хочется. Блядь, я бы за сосок дал. Ты бы дал. Победу, я бы дал за сосок. Вырвите из контекста, комик из России дал бы за сосок. Пацаны, а может… Бессосковый комик дал бы за сосок. А может ну его нахер это ДЗК, да все вместе сядем, да горбатую гору посмотрим в Питеру. Да так не… или ты играешь? Нет, просто предложение. Я не играю. Я просто думал, что это, я ему отдал. Все, нет, предложение отвергнуто, продолжайте играть. Нет, это ты молодец, вот это свободная страна по-настоящему. Серег, ты уже перегнул даже, тебе сначала дали уже место жительства, а сейчас даже Зеленский такой, ну нет, это пиздец. А что ты в шортах пришел? Да, хорошо. Ты будешь сосать мне каждый день до конца своих дней, понял, мразь? Да, хорошо. Валик, мог бы ты, ну, хотя бы во время оргазма какие-то эмоции выражать? Да, хорошо. Нет, плохо. Да, хорошо. А какая там вот эта песня была у Сердючки, как там была? Вот это… Параш. Вот это вот… На-на-на… На-на-на… А как там была… Вот это… Вот это, да? Вот это, вот эта песня, как она? Вот это слово, блядь… Не-на-на… Все будет… Как? Все будет… Я это знаю, знаю… Я это знаю… Вот это вот, как? Да ты знаешь песню, ну что ты… Не, подожди, там вот так же она пела… Я это знаю, знаю… И там вот это вот слово… Вот это вот… Как? Как вот это? Да. Хорошо. А, точно, да. Ебать ты тип, конечно, вообще. Да. Хорошо. Ну что, вы готовы разорвать главную сцену Украины? Украина! Май талант! Погнали, мать его! Да. Хорошо. А ты не против, если мы твою женушку шпехнем? И фотки тебе сразу в дайрект. Да. Блядь, откуда у такого мужчины дайрект? Женушка и дайрект в одном предложении. Да. Хорошо. Это, получается, все? Могу паспорт забирать, проходить на территорию страны. Да. Хорошо. Очень профессионально. Очень профессионально, очень здорово. Ты к кому-то конкретно обращаешься в этот момент? А я знаю, к кому я обращаюсь. Блядь, слышал? Навального посадили, пиздец. Да. Хорошо. Валек, Валек, только важная съемка. Не приходи в шортах, плиз. Да. Хорошо. Валек, Валек, только важная съемка, не приходи в шортах, плиз. Готов. Чувак, за брекеты реально респект, блин. Ё, давай вообще ходить вдвоем. Это где такой диалог вообще может быть? В скейт-парке? Два тинейджеров, мало знав друг друга, уже будто братья. В скейт-парке? Да, вот сегодня нарядился. А шо это у тебя ремень сбляхая, комеди-клаб крутящийся такой? Сегодня нарядился. Рубашка в сеточку, вау. Да. И очки тонкие. Да. Сегодня нарядился. И туфли без задника. И татухи классные. Спасибо. Вот сегодня нарядился. А шо это вы на таможню, как на праздник? Да вот сегодня нарядился. Серёга, лисий хвост и задница. Да, сегодня нарядился. Клипсы? Клипсы. Ты чё вспомнил? Решил настроение такое. Вот эти вот, которые синяки, гематомы оставляли вот эти. Да, вот сегодня нарядился. Кроме за шею. У меня были клипсы, кстати. Серьёзно? У матери. У сестры были. А, а чё ты сказал «у меня» сначала? Орал вот так. А? Ты сначала сказал «у меня» были, а потом сказал «у сестры». Ну мне это самое. А что, кто следующий загадывает? Ну всё, я в этом же стиле ответ. Ёб, ёбць туда, Игнат. Ну это, блядь, так кто копает нахуй? Скільки роков? Я правильно сказал? Да. Ну что, клятый москалю, будешь сидеть восемь роков у вязнице. Скільки роков? А ты вообще читал срок годности этой кильки? Скільки роков? А ты знаешь, что у меня на кассетах є роки один, роки два. Я загадал. Так, а почему свет падает вот так на нас жёстко? Папа? Андрей! Папа? Пошёл нахуй, я не смеялся. Известная певица, четыре буквы, леди. Папа. Мы играем, да. А смотри, с кем переспал в Ватикане. Папа? Ты сейчас понял? Он фоксу показывает, где папа с жопой, понял? Папа с жопой, папа с жопой. Папа с жопой и бокой. И бопой. Ну ладно, загадал. Орлов или Решка? Да чё-то настроение сегодня такое. Что, Майк, клипсы? Я хочу тебе одну точку. Да чё-то настроение сегодня такое. Зачем ты под последним видео Дудя написал в комментариях, ебать, это, конечно, не Орлов? Я уверен, он такой писал. С официального канала, да. С Левада, да. С канала. Это, конечно, не Орлов. Да чё-то настроение сегодня такое. Зачем ты по брусчатке на самокате голым едешь, и у тебя так писюнты лепался после? Да чё-то настроение сегодня такое, да. Что, ходишь в наушниках порнушку слушаешь? Слушаешь. Слушаешь. О, привет, что делаешь сегодня? Делал порнушку, блядь, наушничках, и в метро пошёл. Просто, знаешь, это, вот это, может, такой внезапный разговор, когда на остановке стоишь в порнушниках, и тебе такие, чё нахуй, порнушку там слушаешь? И ты такой, ты достаёшь и там… А, нет, нет, нет. Нет, это же реальная история, когда ты такой, да нет, музыка. Там просто в метро такое стоять. А порнушка есть у тебя? Я просто… А порнушку когда слушал? А я порнушку. Есть, есть, есть. Валик, судя по укладке, ветер северо-западный был, да? Разрыв, конец. Конец передачи на сетапе. Фу, блин. Ты шо, ты детям на масленицу напекла? Сот, шо надо. Фу, блин. Валентин, а шо ты будешь робити після зйомки с цими москалями, яким ти тиснув руку? Ты не понял? Я понял все. Я все понял. Пойдем отсюда. Пойдем отсюда. Пойдем отсюда. Не, надо, надо как-то на этом заканчивать. Я считаю, если нас вот так вот, блядь… Я этого терпеть не собирал. Я считаю, что это вообще… Это тоже была интеграция? Да, да. Там надо было на украинском просто сказать. Интеграша. Угу. А москали это кто? Ну кто такие москали? Уже сделал. Фу, блин. Мы рекламируем на украинском наркотике. Мескалин. Это все нормально. Москалей это москвичи или русские? Это… Имеет сейчас значение реально. Нет, ты скажи нахуй. Пускай мне кореец в Украине скажет, кто такие русские. Пускай. Я загадал, загадал. Певцы, певицы, группы. Интересно? Вы видели, как быстро пробежал? Андрей, там твой отец кимоно ищет. Очень странно, что мой отец украинец ищет кимоно. Вы видели, как быстро пробежал? Да, ты защитник сборной России. Оправдайся как-нибудь. Почему ты так с Криштиану Роналду играешь? Вы видели, как быстро пробежал? Во-первых, я не защитник сборной России, если что. Эстонец и улитка. И улитка, и черепаха. А мимо проходят улитку. Обычный человек. Обычный. Среднестатистический. Наш парень. Вы видели, как быстро пробежал? Кака хуйня. Как и наш выпуск. Спасибо. Все, ребятки. Спасибо большое. Блин, круто. После такого долгого прерыва это очень круто. Да, во-первых, ребятушки, если вы хотите, чтобы ДЗК продолжал выходить на этом канале, пишите, когда ДЗК в комментариях. Конечно же. Это очень помогает. Очень сильно, да. Оно как-то ускоряет все. И пишите под остальными проектами, что они хуйня, когда ДЗК. Очень, очень мотивирует нас. Это ирония. Я слышу. А еще подписывайтесь на меня и отписывайтесь от них. Можешь и так сделать. Это лучшая реклама в конце. А, блин, не так сказал. То есть русский приехал к нам на канал и отжал подписчиков? А важно уточнять мою национальность? В каждом обращении к тебе. Русский. А я, кстати, может даже грек наполовину. А у меня есть несколько предположений, почему такое могло бы быть. Ты фету любишь? Нет, не поэтому. Не поэтому. Мой прадед мог ебать гречанку, допустим. Мой тоже. Любой прадед. Теоретически, любой прадед мог ебать. А мой прадед, я знаю точно, ебал гречку. Ну и зачем ты рассказываешь, больной человек? Коля, ты наполовину каша. Да. Поэтому самой каши не сваришь, братишка. Бля, прикинь, как это странно, как это можно снять в стиле Балабанова. Типа, блядь, дядь Валера писюну гречку засунул. Это ремейк американского пирога. Русская каша. Зачем уточнять, чья каша? Вы же понимаете, что выпуск уже закончился на его фразе, вот и подошел к концу этот выпуск. Да, ребята. У меня и месяц. А мне 2 гривны подарили. Без шуток, напишите коммент, лайк, поделитесь видосом. Мы будем выпускать ДЗК, если будем видеть, что он нужен аудитории. Ну а если вдруг ты впервые на этом канале, посмотри другие вообще все. Ребята, спасибо. Спасибо большое, вы зайвись. Всем пока, смотрите ДЗК.